Всем привет, меня зовут Макар Светлый. 15 августа 1977 года, во время работы радиотелескопа Большое Ухо, был зарегистрирован радиосигнал, который впоследствии астрономом Джерри Эльманом был назван сигналом ВАУ. Уверен, те, кто хоть немного интересуется астрономией, слышали про этот загадочный сигнал. Кто-то склоняется к тому, что это послание внеземных цивилизаций, но, скорее всего, это радиосигнал, точнее, радиолиния нейтрального водорода от кометы, хотя и у этой гипотезы есть свои противники. Но слышал ли кто-то сам сигнал? Я с большой уверенностью могу сказать, что нет. Во-первых, сам сигнал был получен в аналоговом виде, то есть в виде набора цифр, обозначающих амплитуду или интенсивность сигнала. Эта информация располагается на мемориальном официальном сайте радиотелескопа. Во-вторых, сам электромагнитный радиосигнал имеет частоту 1420 МГц, и, очевидно, человеческое ухо его не услышит. Это электромагнитная волна, а не звуковая. В-третьих, есть несколько видео на YouTube с аудиосигналом ВАУ, но на проверку оказалось, что это фейк. Это хорошо было разобрано в видео на канале Утопия Шоу. Оказалось, это просто передача сообщения по полицейскому радиоканалу, которое очень сильно замедлили. Голос стал отчетливее, и можно понять, что это мужчина. Разобрать его речь, конечно же, трудно, но все-таки можно. Он говорит по-английски. We lost him at 7 p.m. We've got 10.61. 10.61 или 10.61. Что это значит? Для этого нам понадобится Google. Поищем 10.61. Очевидно, что это какой-то код. Выясняется, что это полицейский код, обозначающий остановку подозрительного автомобиля. Однако, несмотря на все ранее сказанное, в этом видео мы впервые за 43 года продемонстрируем вам настоящий аудиосигнал ВАУ. Для этого необходимо поговорить о параметрах радиотелескопа Большой Ухо и про сам сигнал. Итак, Большое Ухо представляет собой стационарный радиотелескоп с размерами более трех футбольных полей. И по чувствительности эквивалентен радиотелескопу с круглой тарелкой диаметром 52,5 метра. По причине того, что радиотелескоп стационарен, он исследовал небо с помощью вращения и движения Земли. Потребовалось несколько лет, чтобы тщательно исследовать небо на наличии интересных радиосигналов. Немного о технических параметрах получения сигналов с радиотелескопа. В его состав входило 50 приемников с полосой пропускания 10 кГц. После получения радиосигнала оцифровывался каждый канал, а цифровые данные для анализа передавались на компьютерную систему IBM 1130. В состав компьютерной системы входил линейный принтер, который распечатывал на бумажной ленте параметры получения радиосигналов от всех 50 приемников. Каждый столбец с цифрами и буквами характеризует отдельный приемник. Всего таких столбцов 50. Если посмотреть на распечатку, в которой был замечен сигнал ВАУ, то из нее видно, что этот сигнал был зарегистрирован всего одним датчиком. На всех остальных преимущественно был лишь шум. Интенсивность такого сигнала будет постепенно увеличиваться в течение первых 36 секунд, достигая пикового значения, а после постепенно уменьшаться по мере удаления телескопа из-за вращения и движения Земли. Данные параметры можно заметить в сигнале ВАУ. Немного о параметрах интенсивности самого сигнала. Последовательность уровня сигнала 6 и QUJ5 во втором канале или для второго канала датчика компьютерной распечатки представляет собой следующую последовательность соотношения сигнала шум. Как, используя всю ранее указанную информацию, получить звуковой сигнал ВАУ? Чтобы ответить на этот вопрос, я передаю слово моему старшему товарищу и замечательному радиотехнику Александру Щербину с канала НСЭМП. Получить звуковой сигнал ВАУ? Ну, барин, ты и задачу ставишь. Тут без помощников не обойтись. Приветствую вас, друзья. Я Александр Щербин, радиоинженер и... Звук ВАУ. Инопланетные цивилизации... Хм. Что ж, да будет звук. Пять, четыре, три, два, один. Распечатка у нас есть. Но исходных данных маловато. Что-то не хватает. Придется разбираться, что у него там в этом ухе внутри. Но мы не привыкли отступать. Нам разузнать его поможет бывший заместитель главного инженера Большого Уха Рас Чилдерс. Он согласился нам помочь и поделился ценной информацией. Пристегните ремни. Сейчас начнется жесткий научпоп с последствиями. Этот приемник принципиально не сильно отличается от радиоприемника телескопа Большое Ухо. Однако в радиотелескоп нельзя вставить наушники или присоединить громкоговоритель, чтобы услышать звучание Вселенной. Ну, не то чтобы совсем нельзя. Это не очень логично. Сейчас поймете почему. Радиотелескоп Большое Ухо в 1973 году был преобразован из широкополосного в инструмент для наблюдения за узкополосными радиоисточниками космоса. Это необычная конфигурация. В принципе, это как раз и было сделано для поиска внеземных цивилизаций. На это дело даже удалось выбить из бюджета кое-какую относительно небольшую денюжку. Антенна телескопа Большое Ухо представляла собой стационарное параболическое зеркало с размерами 110 на 21 метр. В фокусе параболы на расстоянии 128 метров располагалась приемная головка. И весь этот гиперболотный инженер Огарина смотрел на гигантский плоский рефлектор. Его можно было наклонять и тем самым менять склонение максимуму диаграммонаправленности в пределах от минус 36 до 64 градусов. Приемная часть была настроена на прослушивание космоса в районе частоты 1420,40575 МГц. Это частота радиолинии нейтрального водорода. В ее районе принято искать сигналы внеземных цивилизаций, потому что водород – он и на Альфе Центавр водород. К тому же, по мнению искателей внеземных цивилизаций, инопланетяне скорректируют эту частоту для компенсации доплеровских сдвигов и догадаются привязать ее к локальному стандарту покоя ЛСР. И тут у меня возникает масса ехидных вопросов. Но сегодня у меня другая задача. Теперь самое таинственное в большом ухе. Приемник. У радиотелескопов он обычно называется радиометр. Однако приемник большого уха очень похож на обычный радиовещательный. Супергетеродин с многократным преобразованием частоты. У меня есть отдельный фильм о том, что такое супергетеродин. Потом посмотрите. Когда я разбирался во внутренностях приемника большого уха, я поначалу недоумевал. Уж очень странная и нелогичная система. Но потом смекнул. Вероятнее всего, ребята приспосабливали и конструировали узлы и блоки к уже имеющимся на телескопе приборам. Например, к 50-канальному приемнику. Скорее всего, он у них уже был в наличии. В общем, если вы разбираетесь в радиотехнике, то не удивляйтесь такому странному сочетанию преобразований частот. Ребята молодцы. Кстати, основатель и директор большого уха Джон Краус – заядлый кратковолновик. Возможно, это имя не у всех на слуху, но позывное этого ученого известен почти всем радиолюбителям. Whisky 8 Juliet Kilo. Да, это название той самой двухэлементной антенной из настольной книги всех радиолюбителей кратковолновиков «Антенны Ротт Хаммеля». Вот она. Даже два варианта. Вернемся к телескопу. Головка приемника, которая располагалась в фокусе параболического рефлектора, представляла собой систему из двух разнесенных в пространстве рупорных антенн с коммутатором Дикки. Это неотъемлемая штукинция многих радиометров. Для чего нужен коммутатор Дикки, я чуть позже скажу. Он нам внесет кое-что в наш звук. Сигнал с коммутатора Дикки поступал на усилитель высокой частоты. Он был сделан на супермалошумящих транзисторах. Голова работала без охлаждения. Моя не может. Далее полосовой фильтр. Первое преобразование сигнала производилось в промежуточную частоту 30 МГц. Усиленный и отфильтрованный сигнал первой промежуточной частоты ПЧ уже можно было гонять по кабелю. Дальше сигнал попадал на второй преобразователь частоты и перегонялся на вторую ПЧ 150 МГц. На этой частоте работал приемник с 50 параллельными каналами шириной по 10 кГц, идущими подряд. То есть этот приемник мог параллельно следить за полосой частот 500 кГц. Кстати, второй гетерозин мог подстраиваться в пределах 40-50 кГц по максимуму полезного сигнала в каком-либо из каналов. Это видно из распечатки. Последняя промежуточная частота приемника была стандартной – 10,7 МГц. Далее сигналы каждого из 50 каналов оцифровывались и записывались в память компьютера. Сигнал первой ПЧ 30 МГц поступал также и на широкополосный тракт без дальнейших преобразований частоты. Забегая вперед, сигнал ВАУ с широкополосным трактом зафиксирован не был. Утонул в шумах. Теперь очень важный момент. Вы не задумывались, как радиотелескопы могут выловить микроскопические излучения из космоса, когда тут на Земле из каждой дырки излучаются помехи? Я даже не говорю о мобильных телефонов и пресловутом 5G. Вообще-то в 1977 году мобильной связи еще не было. Но природа, как ни странно, все еще существовала. А в ней излучают все. Даже трава. Кстати, для того, чтобы избавиться от излучения травы, все поле радиотелескопа было устлано алюминиевыми листами. Атмосфера тоже излучает. Даже если телескоп запустить в космос, то там помех не меньше. Одно Солнце чего стоит. У радиотелескопа очень узкий луч диаграммы направленности. Он может выделить сигнал из очень небольшого телесного угла. Но и тут нет гарантии, что мы не ловим излучение, пролетающего над антенной стадо комаров. С этим нужно что-то делать. Ученые думали-думали, думали-думали и додумались до очень элегантного решения. Еще в 40-х годах Роберт Дикке предложил дифференциальный способ обнаружения изменений шумовой температуры радиообъектов. Суть способа заключается в синхронной коммутации источников исследуемого и эталонного сигналов и управляемого инвертора. Дальше стояли интегратор и регистратор. Кстати, Роберт Дикке – это легендарная личность. Достоин отдельного кино. Он один из первых открывателей и исследователей реликтового излучения. Но сегодня не о нем. На большом ухе тоже применялся коммутатор Дикке. Частота коммутации – 79 Герц. Коммутировались две разнесенные примерно на полтора метра рупорные антенны, которые в результате смотрели на разные, но близкие участки неба. В результате можно было выделить полезные сигналы из фонового шума вокруг него. В отличие от радиотехники, где имеют дело в основном с гармоническими сигналами, в радиоастрономии работают с шумами и с их статистическими и энергетическими параметрами. То есть, если мы будем тыкать наушниками в разные участки схемы радиотелескопа, например сюда, то услышим примерно такой звук. Это реалистичный звук сигнала инопланетян. Модулированный частотой Дикий шум. Да уж. Галисандо Сюсюрандово-Добачкового инструмента. По секрету скажу. Макар дал мне понять, что эта модель звука внесет смятение в ряды его подписчиков. То есть, ваши. Придется придумать модель звука с более высоким полимодальным коэффициентом микрогенеза восприятия. Сейчас. Еще один интересный момент. По сути получается, что если у большого уха есть два луча, то от одного радиоисточника должно быть два разнесенных во времени всплеска амплитуды сигнала. Один от одного луча при одном положении коммутатора Дикий. Другой отрезательный при другом положении коммутатора. Но в то время, когда Земля развернет антенну вторым максимумом диаграммы направленности на то же самое место, откуда доносились стоны инопланетян. Однако тут ученые оплошали. С каждым бывает. В компьютерной программе они не догадались учитывать положение коммутатора Дикий и регистрировать каждый луч отдельно или хотя бы ставить знак «плюс» или «минус» перед показаниями распечатки. Этот недочет вносит не только большие сомнения и вероятность того, что этот сигнал не помеха, но и вдвое ухудшает точность определения направления на радиоисточник. Однако сегодня нам направление безразлично. Нам главное – звук. Для моделирования я выбрал вот этот участок распечатки. Это четыре самых выразительных канала на протяжении 12 отсчетов. Для модели звука я сжал время в четыре раза. Так веселее. Каждому из каналов я присвоил звуковой сигнал, частоты которых для лучшего эмоционального восприятия равны до мажорному аккорду. До ми соль си. Обычный синус я исказил для получения гармоник. Кроме того, каждая нота равномерно разбросана по стереопанораме. Поэтому, пока я рассказываю, вы поищите стереонаушники для прослушивания результата. В наушниках зазвучит ошеломительнее. Шум. Куда же без него. Он должен быть. Его спектр я слегка скорректировал, чтобы он не сильно бил в область максимальной чувствительности нашего слуха. Теперь для каждой ноты нужно построить огибающую согласно распечатке. Вот как это выглядит. Теперь в эту фонограмму внесем нечто вроде флуктуации и помех. Я выбрал для этого эффект хорус с эстетическими настройками. Вот. Теперь это готово для прослушивания. Вы наверняка поняли, что несмотря на то, что в этой фонограмме присутствует информация сигнала ВАУ, все же этот звук – продукт моей творческой фантазии. Теперь я скрываюсь в бункер, а вы с Макаром Светлым остаетесь слушать сигнал ВАУ. Возможно, от инопланетян. Хотя я лично в этом сомневаюсь. Ключ на старт. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Кш! 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 Вау! А чё это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?